Действительно обеспечили результат, но, конечно, вся команда поработала на победу. Сейчас вот обороняется. Педро! Удар! Рядом со штангой мяч проходит. Ну вот это уже заявочка. Ровно три минуты сыграли команды, и Челси провел первую по-настоящему опасную атаку. Хотя, видите, там на фланге все начиналось непросто в исполнении того же Педро. Показывает, что в этом сезоне он вполне может финишировать и через пас, и продолжает движение вперед. Вильян! Вильян! Можно пить! Штангу! Попадает бразилец. Вот это момент. Ковачич очень здорово сыграл на чужой половине поля. Давайте еще раз посмотрим. Вот этот пас. Прессинг и никогда игрок, владеющий игрок Кокфорда. Первая замена в сегодняшнем матче. Что касается выходящего вместо Тристиана Капазеля. И теперь он уже который матч начинает со скамейки. Но сегодня ему придется сыграть большую часть встречи, если, конечно, не будет. Педро! Во второй эшелон атаки. Передача с фланга. Троидини сделал, был шаг в направлении мяча, но понял, что шансы невелики. Педро! Ну, такой пас Вильян не смог бы остановить. Даже в Челси может появиться штатный психолог. Неплохая передача. И все-таки в самый последний момент сумел Сэмо мяч вдоль ворот пробросить. Первый минут сегодня выстрел Мурицо Сари. Он уже в четвертом туре подряд выходит у Челси неизменным. Вот эти... Кико Феминия как раз в этот момент завоевал твердое место в стартовом составе. В основе и никому его не отдать. Был Деула Фео, а мог быть и Терейро. После 30 лет подписывают однолетние контракты. Не более того, если нет на то какого-то специального особого желания клуба. И вот, хотя, как поговаривает и Мурицо Сари, главный тренер, пытался повлиять на клубное руководство. И сам Давид Луис очень хотел остаться, но вот на своих условиях, но договориться не удалось. И только раскрывается даже самый хороший игрок. Опасно, азар, рикошет мог в пользу Челси сыграть, но вот и сейчас атакует. Здорово, и удар по воротам великолепно играл Ду Куре в подготовительной фазе, да? Когда под себя убирал мяч и проносился мимо, стеляясь по газону защитник. Но вот удар сам по себе не лучший оказался. Деула Фео здесь, видите, тонкая передача. Под удар, Ду Куре, удар над перекладиной, мяч летит. Красивая атака Уотфорда, очень динамичная, стремительная. Играть вингер. Педро, прострел. Это хорошая была атака, но вот никто не поспел вовремя. То есть 10 метров никого из соперников не было. Прострел. И не сумел замкнуть Эден Азар. Челси продолжает свою атаку. Виллиан, пас, Азар. Азар разворачивается. Слишком много чужих. Но вот есть с кем обыграться. Джорджиньо и Марко Солонсо. Марко Солонсо пошел в штрафную площадь, но не дождался передачи. Спилюко, это Педро получает мяч от Азара. Он уже в штрафной площади, но уже далеко от ворывком уйти не удалось. Великолепная передача. Трой Динни и Давид Лоис спасает Челси. Там, конечно, еще был Кепа на линии ворот, но Динни был акцентирован. Видите, Седова, 62-го года. Статистика Boxing Day. Здесь офсай. Нас пили кое-то, но это большая точная передача. Но вот здесь немножко сплоховал Конте. Мотивация. Вот Челси атакует, Азар выходит один на один. Обыгрывает вратаря и забивает. 1-0. 1-0. И Ден Азар завершает стремительную атаку своей команды. И Уотфорд, очевидно, оказался не готов к тому, что тайм может продлиться дольше рекламентированных 45 минут. Треснула оборона хозяев прямо по центру. И Челси открывает счет перед самым перерывом. Еще раз посмотрим. Здесь вроде бы Хадсон Адой ошибся, но имеет место. Ну вот, сейчас действительно новый. У футболиста по-прежнему высок, но, возможно, уже не в этой команде. И сравнивать нужно. Докуре! Мой взгляд, вот в той голевой атаке... Ой-ой-ой-ой-ой! И все-таки оно прилетело. Удар из-за предела штрафной площади. И Роберто Перейра сравнивает счет. 1-1. Попал как следует к мячу. И попал точно в угол. И Кепа Рисабалага не смог выручить. Водфорд и Челси. Довольно продолжительная, связанная с травмой центрального защитника Отфорда Кристиана Кабазеля. Он был заменен из-за этой травмы. Сессор Распилюко это слева. Третий Маркус Алонсо. Центр поля. Седьмой Ингало Канте. Пятый Жоржини. И в атаке. Аксон Адой. Передача точная. Назара так изящна. Генер. Дэвид Луис. Отличная передача. Ингало Канте уже не в первый раз. Походу сегодняшний. Кипа Феминия. Сэма. Феминия. Обычная манера работы. Горарду Лаффеу. Сэма. Прострял мяч. Сам лучший решение. Дэв Лаффеу. Против него Давид Луис. Дэв Лаффеу рвется в штрафную. Давид Луис наваливается. Казалось бы на него. Но Аткинсон сразу развел руки в стороны. Сразу показал, что никаких пенальти речи не идет. 47 лет. Мартин Аткинсон опытнейший судья. Это его уже 14-й сезон. В этом случае. Здорово играет Сэм. Ушел легко от Марко Солонсо. Но прострел попытками Дини цепляться за мячи. Азар. Азар. И буквально врезается в него вратарь. Вот это уже пенальти. Понятно негодование. Вроде бы. Но Азар забивает свой мяч. Уже второй в сегодняшнем матче. И теперь у него 10 голов в этом чемпионате Англии. Без вариантов для голкипера. Пробил. Но Апостер пытаясь угадать. Кунгушкина здорово себя проявляет. Но пока он на скамейке. Он здорово себя в последних турах. Зарекомендовал. И забил в одном из матчей. Тенкапу. Слишком много на себя взял. На мой взгляд. Вот вышел Саксес. Это форвард. Наброс сразу головой сыграл. Саксес. Попутка. Нужно и погрузить туда верхом штрафную. Фланги нужно как можно активнее использовать. Бонка на грани офсайда. Получил мяч. Заставил прокатиться. Защитника на пятый. Вильям. Подача. В направлении Марка Солонца. Жоржей. Крупная неудача. Но вот сегодня трудовая победа. Эден Азар. Два мяча.